Друзья и дорогие трейдеры, всех приветствую, с вами Петром Рауфи и у нас обзор рынков. Сегодня будем разбирать в основном важные новости и все факторы, которые влияют на рынок Форекса и также на рынок фондовый. В целом вкратце будем рассказать это все, но конечно же перейдем по большей части, будем разбирать возможности по торговле для интро-трейда, интро-дея, для внутридневной торговли, посмотрим какие есть потенциалы движения, которые можно будет воспользоваться в течение дня для торговли и где можно входить, где нельзя входить, в целом где лучше подождать. По поводу сегодня, как вы знаете, одна из важнейших новостей, которая сейчас ставит под вопрос дальнейшее ценовое движение одного очень важного актива под названием нефть, распространение дельтавируса по Китаю, которое по факту сейчас привело к тому, что есть сомнения о том, что Китай может закрыться на карантин ближе к осени. Да, мы знаем, что вакцинация продолжается и так далее, но, к сожалению, есть еще одна новость, которую я, по-моему, опубликовал недавно, о том, что несмотря на тот факт, что мы вакцинируемся, но все равно эффективность этой вакцины со временем может пропасть и сам фактор закрытия на карантине из-за распространения, очередного распространения все равно остается на рынках. То есть, есть такой фактор. Поэтому, насколько к этому относиться по-армагеддонски, да, то есть, с таким негативом или не с таким большим негативом, но тут уже вопрос времени, время покажет. Китай, по факту, весь свой рынок уже национализировал. То есть, всех иностранных инвесторов выиграл и так далее. По поводу США, там по-другому решили вопрос решать. Сегодня мы о нем, кстати, на криптокартеле будем говорить, по поводу того, что налогообложение на криптовалюту все-таки будет. И помощью этого они собираются компенсировать расходы, отчасти расходы, которые у них были на инфраструктурный стимул и так далее. Тоже интересно. Но, в целом, по поводу нефти, чтобы вернуться к нашей сегодняшней теме, открываем график и смотрим на ценовое движение технически, как он себя чувствует. Позавчера отбой совершился. Если помните, мы говорили об этом отбое, об отбое, которое случилось в районе такого довольно исторического, но, можно сказать, локального для этого месяца максимума. То есть, локального максимума этого месяца. И мы ожидали этот отбой. Этот отбой случился. Он не просто привел к приторможению падения, но он привел к определенному росту. То есть, тут, по факту, потенциал для позитивщиков тоже было. То есть, для покупателей, для быков тоже, по факту, состоялся относительно такой, конечно, потенциал. 300 пунктов на МТ-5, 30 пунктов на МТ-4. Ну, как бы, опять же, все-таки мы больше акцентировали внимание на то, что движение по итогам ретеста вот этого балкана минимума, нисходящего, можно останавливаться. Но ставили на покупку, все-таки были сомнения. Ну, мы тут видим, что по факту этот рост, но он оказался не таким уже сильным. К тому же, сейчас цена якобы тестирует такую линию тренда, которая здесь. И, в целом, потенциал дальнейшего роста может быть где-то до 69,60, 69,80. Или же берем просто психологическую отметку 70, которая, кстати, довольно важная. Психологическая отметка 70. То есть, ну, по факту мы видим, что здесь потенциал, о котором, потенциал, которого видно для дальнейшего роста, но он реально заканчивается где-то в районе 70. Посмотрим на товар. Посмотрим на потенциал движения, которое в среднем цена делает и имеет на сегодня такое ощущение, что импульс может завершиться на самом деле ближе к 70. То есть, на это нужно обращать обязательно внимание. По поводу нефти. Обращайте внимание на то, что происходит в Среднем Востоке. Бывает иногда очень интересная вещь, что когда обостеряется какая-то ситуация, связанная с военной, да, каким-то вторжением или бомбардировками, например, в Израиле, например, в Саудовской Аравии и между Саудитами и Сименсами. И в целом в Ливии тоже. Кроме вопроса, китайского вопроса, который связан с спросом импорта, да, то есть китайского, самого большого потребителя нефти. Есть еще вопрос среднего Востока. Она может тоже обостреляться в любой момент. Это может помочь цене нефти, чтобы расти. И, конечно же, со временем нужно не забыть по поводу того, что мы сезон ураганов еще не перешли, и Америка тоже сезон ураганов еще не перешел. И вот эти ураганы на насторожение нефтяных, особенно, которые на побережьях Америки, могут привести тоже к росту цен нефти. То есть, по факту, есть катализаторы, которые очень хорошо могут помочь цене нефти расти в будущем. Но сейчас пока еще она под давлением. Под давлением, довольно-таки большим давлением. И в целом в долгосроке тоже тут нельзя говорить о дальнейшем росте. То есть, пока еще этого мы не можем сказать. Есть такая вещь, называется экономический календарь. Мы его каждый день разбираем, ежедневно, с целью того, чтобы понять, что нас ожидает в течение дня. По времени МСК. Сейчас попробуем. Сегодня есть новости, кстати, есть релизы, на которых стоит обращать внимание. И завтра утром рано, тоже в 9 часов ровно будут релизы. Сегодня мы их выведем. Мы всю эту информацию выложим, кстати, как посты в Телеграме и так далее сегодня в течение дня. Ждите, они выйдут. В США базовый индекс потребительских цен инфляционный. Один из инфляционных индикаторов, то есть, индексов. И он тоже важен. Показывает снижение. Это может быть не очень хорошо в целом. То есть, как негатив восприниматься, несмотря на то, что мы находимся в вере сильной инфляции в Америке. И запасы серого нефти в 5 часов. И тут мы видим, что идет дефицит. И это, по факту, тоже довольно хорошая новость для нефти. Поэтому мы сегодня не будем негативно смотреть на нефть. Все-таки про ретеста 70-70 долларов. Про ретеста отметки 70 долларов мы можем сказать. Мы можем быть уверен. И этот ретест может случиться импульсивным образом и дать еще больше возможностей для заработка. То есть, опять же, это очень опасная вещь. Но тут вблизи уровней относительно нет. Единственное, что взять этот уровень 72. Который тоже, кстати, это нелогично. Лучше взять 71 с чем-то. Там 71.40, 71.60 максимум. Но, в целом, вот этот диапазон может затеяться. Особенно, если импульсивно будет тестироваться по нефти в диапазон, то это очень хороший сигнал о том, что покупателям уже можно выйти из рынка. Это насчет сегодня. И по экономическому календарю. И по новостям тоже ждите. У нас важные новости выйдут в Инстаграме, в Телеграме, в постах, в сторисе в Инстаграме тоже выйдут. И аналитические тоже. Кстати, статьи выходят на Телеграме и на сайте. Обязательно посмотрите. Не забудьте, заходите и проверяйте. Начнем анализ, кстати, с одного из наших, наши друзья где-то прокомментировали, мне передали, что прокомментировали, что евро сечев, евро франк нужно разобрать. И мы его разберем. Не забудьте, пишите обязательно под комментарии, какие активы вас интересуют. Какие активы, которых я, возможно, не разбираю, они вам интересны. Дальнейших движений. Обязательно об этом скажите, чтобы я их разбирал, тоже включал в обзор. Обзор на съезжедневный. Не жалко, я это сделаю. Ради бога, почему вы нет. Поэтому обязательно пишите, комментируйте, если что. И вопросы тоже задавайте в комментариях. Не забудьте, пожалуйста. Евросий и ЧФ. Посмотрим сначала на дневном графике, чтобы посмотреть более-менее, какие есть уровни, от которых можно отталкиваться. Почему ты мне историю не показываешь? Это вся история. Давайте возьмем ближайший максимум. Конечно, он очень далеко находится и показывает какой-то определенный потенциал роста. Но имейте в виду, что вероятность того, что в ближайшее время, скорее всего, движение может быть таким. Сейчас вам покажу. Это у нас евро-франк. То есть, по факту, движение может не сразу пойти вот сюда, оно может начинать вот здесь немножко колебаться. Если вверху укрепиться, вверху отметки 1.82 хотя бы, то там даже может ретескнуть, конечно, импульсивно ретескнуть вот эта отметка 1.085. И в целом, с какой тут вообще, посмотрим, какой тут вообще потенциал по точкам, то есть по пунктам. 500 — это немало, кстати. Можно от него отталкиваться, но опять же имейте в виду, что это консолидационный диапазон. И в ближайшем будущем, несмотря на то, что здесь у нас есть якобы поджатие, но сам образ клина или флага восходящего в восходящем тренде — это не очень хорошо. То есть, это может намекать на дивергенцию, которая, кстати, тоже есть. Поэтому в краткосроке у нас сейчас часовой график, 15-минутный график. На 15-минутном, на 30-минутном есть еще потенциал дальнейшего роста. Скорее всего, как ретест каких-нибудь там целевых отметок — 1.80, например, 3, 1.80, 2.60 давайте возьмем. Но исходя из такой амплитуды, я думаю, что такая отметка более или менее, и исходя из того, что цена проходит определенную амплитуду, то есть движение по пунктам в течение дня, то, наверное, скорее всего, будет логично отталкиваться от ретеста вот этой отметки, либо чуть выше 1.83, 30 или 40. Вот этих двух отметок. В случае, если они импульсивно тестируются, то это признак того, что все-таки наш сценарий немножко приближен к реальности. Если нет, то нужно подумать о дальнейшем росте, который может случиться. То есть, если амплитуда не будет не изменится по мере приближения к этим отметкам и не будет импульсивно его ретестнуть, или хотя бы не развернется и не создает фрактал, то, скорее всего, цена может дальше продвигаться вверх. Но в данном случае у нас есть дивергенция довольно сильная. То есть, по итогам ретеста вот ближайших вот этих максимумов, тут есть поджатие к локальному сопротивлению, которое тоже здесь, кстати, оно было. И этот уровень, как бы она существует, сейчас тестируется. Вот она относительно даже зеркальная. То есть, ну, как бы, можно сказать, что сильный уровень. От этого отталкиваясь, соответственно, можно дождаться импульса восходящего. Этот импульс восходящего можно, на самом деле, ретестировать. Вот этот диапазон отдавшиться, ну, спускать вниз. И, как говорится, так, чтобы у нас был результат вот этого, вот этой формации, которая сопровождается дивергенцией, чтобы было доказательство, как бы, да, то есть того, что вот мы были правы. Вот. А в целом тут можно этим импульсом воспользоваться, скорее всего, можно на него положиться относительно. Конечно же, лимитных лучше тут не открывать в плане боев. Скорее всего, лучше после пробоя. После пробоя, но, конечно, с минимальным стопом. Потому что, если максимальный ставить, он может реально его тоже дотронуть. Может расширяющаяся формация появляться. Это в виде такого конуса, такого рупора. И в случае, если такое мы ожидаем, то лучше стопы дальше отодвинуть. Или вообще не ставить, не войти в рынок. В целом, вот такая вот ситуация по этой паре. По фондовому рынку S&P 500 все еще консолидируется. Со вчерашнего дня ретестнул локальный максимум и вернулся обратно. Об этом, кстати, тоже говорили. А сейчас вот эта отметка, которая сейчас по центру тестируется, она тоже может дать нам какой-то отбой в будущем. Но возьмем 4420 последующей нашей целью. 2426. Следующая цель. Посмотрим быстренько на индекс доллара, как он там себя чувствует. Облигации и доллар. Посмотрим, как он себя чувствует. И максимум прорвало, то есть пробило максимум, но приближается к последующему максимуму. То есть довольно такими важным максимумом в данный момент сейчас. Доллар приближается к максимуму марта, конца марта. И этот максимум по факту является максимум 2021 года. Вот этот максимум. Поэтому какой может быть его восходящий импульс последующий у доллара? Если у нас есть тут накопление энергии, если его нет, то нет. Накопление как бы определенного рода есть. Но опять же восходящая формация такая в виде флага или клина в восходящем тренде вблизи локальных максимумов или вершины рынка, но это не очень хороший признак. Там может быть импульс. Но этот импульс может вас подвести. То есть восходящий импульс доллара сегодня, исходя из позитивной новости, которая будет по нефти или же от состояния самого золота, можно догадаться, есть ли у него это или нет. Ну, это потенциал. Золото тоже, кстати, консолидируется с хорошей поддержкой, которая локально реально хорошая. Исторически я не знаю, насколько она хорошая. Исторически тоже она неплохая, кстати. Здесь повторялась, здесь цена на ней укреплялась. То есть вот эту поддержку можно от него отталкиваться. 1720. Золото пока не пошло ниже этой поддержкой, но вероятность того, что доллар поднимется или импульсивно прорвет хотя бы локальные максимумы, нельзя сказать. Поэтому смотрите, как тут произойдет. Золото может импульсивно еще распускаться. То есть есть такая вероятность по золоту. Конечно же, золото и нефть, если растут, то доллар начинает падать. И поэтому, исходя из такой закономерности, можно сказать, что в случае, если что, вот мы берем 1720 по золоту, есть импульсивно этот уровень притеснется. Это значит, что восходящий импульс доллара будет выполнен. И в случае, если он будет выполнен, то дальше мы ждем разворот как минимум или же при торможении роста, или же при торможении роста, или же при торможении роста в виде консолидации в рамках этого канала. То есть цена будет дальше спускаться по этому каналу, по которому доллар поднимается. И такой сценарий нам говорит о том, что S&P по факту может дальше спускаться и тестировать вот эту поддержку, которую мы обозначили до каждого. 4442425. Соответственно, для евро, для фунта это тоже видно на графике, что они могут ниже спускаться. Есть такой потенциал. Фунт может спускаться до 1.38. Тут есть нижняя часть границы до Q2, она еще не дошла. Но тут тоже есть, кстати, у нее своего рода канал, канал в канале, где цена якобы консолидируется. Поэтому давайте возьмем более консервативненько и отталкиваемся от этого диапазона, которого создали только что. 200 пунктов немало, но исходя из стопа, которая здесь есть, тут будет 1 к 1. Это неправильная стратегия для торговли. Для скальпинга, возможно. Но в целом есть такая вероятность. Опять же, мы очень консервативно смотрим. Импульс может быть гораздо больше. Но, опять же, у доллара шанс на рост не будет, если нефть будет расти сильно в цене. Или золото будет сильно расти в цене. Золото тоже укрепляется сейчас на очень хорошую поддержку. Нефть тоже более-менее укрепляется на довольно хорошую поддержку. Но нефть уже свой потенциал относительно выполнил. А золото в последнее время не очень хорошо и влияет на цену доллара почему-то. Об этом, кстати, многие тоже думают почему. Мы уже были здесь 70 баксов. Поэтому, скорее всего, давайте будем позитивными насчет доллара. И, скажем, смотря на сегодняшние хорошие отчетности по нефти, возможно, нефть не будет такой же сильно расти. И доллар может просто коррекционно упасть. И, в целом, ставим на понижение евро, фунта австралийцы и новозеландцы. Опять же, ребята, обращайте внимание, это все не рекомендации к действию. Это просто мое мнение о дальнейшем ценовом движении этих активов. Есть потенциал у австралийцы с целью того, чтобы ретестнуть локальную поддержку. Но сейчас у него тестируется вот эта поддержка. Если будет сильный импульс нисходящий по австралийцу, по новозеландцу с целью ретеста ближайших поддержек, сильный импульс, то дальше мы ждем разворота и, скорее всего, снижение доллара США. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир. Очень получился долгим, надеюсь, это вас не разочаровал. Пишите вопросы, обязательно комментируйте это видео. Если будут вопросы, если будут интересны какие-нибудь там активы, которые мы хотели тоже разобрать, пишите об этом. И не забудьте, следующий эфир у нас завтра. И до завтрашнего эфира. Всем хорошая дорога. Пока-пока.